Доценты, аспиранты, младшие научные сотрудники и не только разрушили все стереотипы о высокой науке. Молодые ученые превратили обычные доклады в яркое шоу. О своих исследованиях знатоки рассказали весело, увлекательно и без сложных терминов. Впитывала новые знания Ирина Стрябко. Битва молодых ученых произвела настоящий фурор еще в прошлом году. Сегодня интеллектуальная молодежь снова готова покорить публику. Пять одесситов за 10 минут должны рассказать аудитории о своих исследованиях и изобретениях. Вторая интеллектуальная битва молодых ученых объявляется открытой. В неформальной обстановке о своих исследованиях расскажет математик, врач-интерн, инженер, экономист и психолог. Лучших спикеров определяют зрители своими аплодисментами. Ребята приготовили интересные темы. Зрители смогли узнать, как липосакция может вылечить рак, можно ли научиться импровизации, каким образом сингулярные числа помогают выявить фотофейк, эволюционируют ли деньги, а также выдержат ли одесские дома землетрясения. К сожалению, я немножко попугаю аудиторию, но цель моя – не испугать и предупредить. Я сегодня буду говорить о землетрясениях, в частности о землетрясениях в Одессе и в нашей области. Ну и, конечно же, о сейсмостойкости о том, как избежать наибольших последствий, как минимизировать. Специальный гость – известный историк и доцент Одесского педагогического университета Андрей Красножон своим выступлением открыл мероприятие. Он рассказал зрителям, существовал ли на самом деле литовский замок Аджибей. Признается, важно для спикера уметь легко общаться с аудиторией. Сложность данного выступления, помимо того, что это ограниченные рамки по времени, ты должен быть готов к самым неожиданным вопросам. Данный ход очень понравился зрителям. После каждого выступления они могли задавать интересующие их вопросы молодым ученым. Хочется послушать какие-то интересные темы, интересные научные доклады, узнать, чем сейчас интересуется молодежь и на какие темы делает свои научные работы. Это научная деятельность, молодые ученые – это всегда классно. Хорошо, что молодежь двигается и стремится к тому, чтобы чем-то делиться, делиться своими знаниями и сама хочет познавать что-то новое. Мероприятием заинтересовалось большое количество молодежи. Заявки на участие для следующего года можно подавать уже сейчас. Это такое шоу, популяризирующее науку, которое завоевало просто огромное количество стран в Европе, шагает дальше на восток. Мы надеемся, что в Украине тоже это шоу получит бурное развитие, такое же, как в Германии, которая является, в общем-то, первородительностью этого шоу. По словам организаторов, данный проект способен объединить научную молодежь города, поэтому они с нетерпением ждут новых идей и интересных исследований от молодых и перспективных одесситов.